Здравствуйте! Меня зовут Мигалкин Дмитрий Анатольевич. Я индивидуальный предприниматель. Занимаюсь лазерной резкой из модеры. Кравировкой лазерной резкой. Мы занимаемся резкой кукольных домиков, кукольной мебели, игрушек, настольных игр, аксессуаров и сувениров из дерева. У меня получается небольшая мастерская, называется Сахалазер. Занимаюсь я этим делом с 2018 года. До этого я занимался юриспруденцией. У меня достаточно большой опыт судебной практики. Но к этому делу я пришел постепенно. Сначала я занимался продажей кукольных домиков заводских. Там я нашел поставщика. Мы заказывали у них домики, здесь продавали. Но дело в том, что где-то ближе к Новому году получилось так, что заказов, ну вернее товаров, которые мы успели заказать, их не хватало. Это привело к нам, нас к мысли о том, что необходимо все-таки заниматься своим производством и не зависеть от поставок. В марте 2018 года мы занялись уже непосредственно лазерной резкой и постепенно пришли к тому, что начали резать не только кукольные домики, да, как изначально планировали, но и вообще все остальное. Процесс изготовления италия у нас начинается с того, что мы отправляем готовый макет на резку. Вот как можете видеть это приложение, которое отправляет на станок макет для вырезания. Здесь мы задаем параметры реза, то есть скорость, мощность. Затем отправляем уже на резку. Как я уже говорил, макет отправляем на печать на станок, но прежде чем отправить, сначала мы должны закрепить фанеру на поле, да, на ламелях. Так как фанера это дерево, оно имеет привычку изгибаться при неравномерном высыхании, то его также, вернее ее фанеру необходимо закрепить. Для этого у нас есть такой небольшой, как говорится, лайфхак. То есть мы закрепляем вот такими вот грибочками фанеру по всей длине. Если все нормально, то мы уже начинаем непосредственно вырезание детали. После вырезания детали мы ее шлифуем. Это необходимо для того, что фанера даже шлифованная, она имеет некоторую ворсистость и плюс после резки тут бывает подгорелости, либо подкопченности. В большинстве случаев, ну почти всегда, можно сказать, шлифуем все изделия шлифмашинкой. Во-первых, это дает нам, что мы избавляемся от подгорелости, подкопченности. Во-вторых, это дает очень хороший эстетичный вид, потому что фанера на всем, вернее изделие, да, на всем протяжении, оно такое имеет однородную структуру. И во-вторых, она приятная, гладкая на ощупь без всяких вот этих ворсистостей, выпуклостей. Вот, собственно, для этого мы шлифуем все изделия. Мой совет предпринимателям, это если вы решили заняться предпринимательством, нужно очень много работать и на первых порах придется достаточно тяжело. нужно иметь, как сказать, и волю, и силу пройти первые трудности. Поэтому нужно держаться и пройти все испытания. Реверси Рылееву, Монас Султан, Балык Рызио-то, Копокоппатно. Я боюсь вам planting личную санкционер Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я знаю. Добавил субтитры DimaTorzok 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 за наше сотрудничество Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ты тоже можешь! Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok лазерный рейс и гравировки. Мы работаем полтора года у нас свой бизнес. До этого никогда бизнесом не занимались. Решили заняться своим делом, изготавливая различные красивые изделия из панеры, из дерева. За эти полтора года мы развиваемся, открыли свою торговую точку здесь в городе Нерингре. Открыли свой столярный центр. Давайте пройдемте, посмотрим наше рабочее место. Посмотрите, здесь наш станок рабочий. На этом станке мы вырезаем наши изделия. Вот компьютер, как раз я здесь работаю, выполняю. Новый заказ, вот часы, к примеру. Давайте покажем, что мы можем делать. Вот тут небольшое количество изделий, потому что в основном изделия мы отдаем заказчикам. То есть, ну вот, допустим, вот такие вот изделия красивые. Резной органайзер, именные изделия. Вот, видите, наборы для учителей. Сейчас скоро день учителя. Вот такие календари делаем. Также работаем с кожей. Вот гравировка на коже. С пластиком. Гравировка на пластике. Вот такие вот ключницы интересные. Но это лишь малая часть, малая часть наших изделий. Потому что люди, люди сейчас уже устали от обеспеченных вещей. У всех дни рождения какие-то годовщины, свадьбы. И люди у нас заказывают именные оригинальные изделия. Мы сами дизайнеры, сами полностью разрабатываем дизайн, изготавливаем по пожеланиям наших заказчиков. В этом году мы также обратились к команде. Нам разработали чат-бот. То есть, мы используем новые информационные какие-то продукты. И мы запустили рекламу на весь Дальний Восток. Вот и сейчас уже отправляем наши изделия в другие регионы Дальнего Востока. Вот буквально тут две посылки. Одна в Магаданскую область уходит тут изделие. И, по-моему, в Улан-Удэ, Бурятия. Практически каждый день отправляем наши. Вот гравировка фото, допустим, на дереве. И такие оригинальные изделия. Мы сотрудничаем с различными предприятиями, с индивидуальными предпринимателями, с юридическими лицами. То есть, изготавливали очень много изделий для предпринимателей, для различных организаций по оформлению. Хочется сказать еще пару слов о том, как мы вообще запустили наш бизнес. Мы открыли нашу мастерскую в феврале 2019 года, полтора года назад. До этого ни я не знаю, никогда не занимались своим делом. То есть, у нас не было такого дела. Мы работали по найму. Но немного ранее этого мы задумали, что хотели бы открыть свое дело. Провели анализ бизнеса здесь в Неринге, свободных ниш. Я прошел обучение по запуску и развитию бизнеса. И мы выбрали именно такое направление изготовления таких изделий оригинальных из дерева. Вот. Значит, у нас есть все... Мы ведем все свои соцсети. То есть, развиваемся тоже в ногу со временем. Вот. За эти полтора года достигли каких-то успехов. Дальше тоже планов развиваться. Какие-то новые идеи воплощательные. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это очень хорошо, очень просто. У нас есть блатер Москва, что есть блатер, это блатер, который был сектификатор. У нас блатер, это блатер Бору Морбов. . . . Парень и в шнуре Парень и в противоположном Подожди. Можете найти Frank Yoromo В этом формате, вот это выглядит, а когда мы будем делать буфеты, мы будем делать это. Мы будем делать это, и мы будем делать это. Это термообород ... Стрелок, употребляйтесь и присыпайте! Абсолютно. Как так? Открыта и апокаты , Выбирайся, выключите ремоток. Не забывайте 5 и 16 и 16 и 17 тысяч минут, чтобы брать 5 раз поэтому. Открытые ремьеры и армии в кремитах. Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok